всем привет давайте поговорим о таплах в питоне о кортежах обязательно досмотрите в это это видео до конца в конце я расскажу особую фишку про кортежа про которую мало кто знает мало в каких видео я вообще не видел каких про нее говорят это фишка питона 3 значит первое что нужно знать то что кортеж это способ представить последовательность гетерогенную последовательность что значит гетерогенную это значит что объекты в этой последовательности могут быть разных типов второе что нужно знать кортеж мутабельный это значит что после создания он не изменяется хотя здесь есть свои оговорки но мы пока об этом не будем говорить можно увидеть странные эффекты неожидаемые, да, можно думать, что сами данные могут все же измениться, но пока что мы скажем просто, что кортеж неизменяемый, то есть когда он создался, мы не можем его изменить и давайте начнем с того, как нам создать кортеж, создать мы его можем несколькими способами, значит первый способ, вы пишите, допустим, x равно и просто через запятую перечисляете объекты, вот я перечислил 4 однородных объекта, все типа in, и у меня создался кортеж но также я могу сюда добавить еще другой объект другого рода, другого вида, например строку, и у меня также создастся кортеж, да, это первый способ значит, второй способ, второй способ давайте убедимся, да, что у нас вот это x будет типа кортеж, для этого мы вызовем функцию type и проверим да, вот мы видим, что у нас class tuple, давайте создадим по-другому кортеж, y и мы можем записать кортеж в круглых скобочках также 1, 2, 3, 4, 5, и дальше какой-нибудь объект, например строка, 1, 2, 3, точно так же у нас будет создан кортеж это значит был второй способ тут есть особенность в том, что когда вы хотите создать кортеж, состоящий из одного элемента, вам нужно указать обязательно запятую после объекта то есть я пишу 1, в таком случае у меня будет создан кортеж, если я уберу вот эту запятую, в таком случае у меня будет z трактоваться как просто объект типа, в который указан объект, в который указан скобочкой, то есть единица, то есть это будет integer поэтому нужно добавлять запятую, да и чтобы допустим создать пустой кортеж, мы просто пишем в так же круглые скобочки и это создает нам пустой кортеж давайте проверим так и кортеж можно создавать еще одним, третьим способом используя встроенную функцию tabu и внутрь этой функции мы можем передать любой итерируемый объект итерируемым объектом, например, может быть строка потому что строка состоит из последовательности букв таким образом мы можем рассматривать эту строку как источник для построения кортежа и давайте посмотрим, да что у нас получится как видим у нас получился кортеж, в котором элементы идут один, два, три, четыре, ABC то есть строка как бы разбилась по буквам и из нее собрался вот этот кортеж окей ну так же стоит сказать, что все элементы в этом кортеже они пронумерованы по порядку от нуля и так далее и мы можем по какому-то индексу посмотреть номер кортежа ну добраться до элементов кортежа, да то есть, например, в данном случае, если я укажу тут двойку то я могу получить доступ к такому объекту к тройке, да то есть сейчас у нас будет выведена тройка, да потому что 0,1,2 тройка пронумеровала, идет вторая по счету и значит давайте пробили так же мы можем с кортежами работать определенным образом, да то есть можем вызывать определенные методы для кортежа какие мы можем вызывать методы ну вот допустим у нас есть кортеж, смотрите состоящие из трех цикл мы можем, например, проверить есть ли в этом кортеже какое-то число допустим я напишу 2 и x это означает то, что вот это выражение оно вернет нам истину в том случае, если двойка присутствует в кортеже x и ложь в том случае, если двойки там нет давайте проверим, если у нас на двойке как мы видим двойки, двойка там есть, да давайте проверим, есть ли там строчка состоящая из одной буквы а естественно, что такой строчки нет, да что мы еще можем делать с кортежами? мы можем умножать кортеж на число допустим я могу x умножить на 3 и это значит, что этот кортеж будет просто повторен 3 раза то есть будет создан новый кортеж который 3 раза как бы складывает вот этот кортеж, да x то есть это будет по 9 элементов по порядку 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, да что еще? мы можем мы можем складывать кортежи допустим, если у нас будет кортеж 3, 4 мы можем написать xz и вывести, да мы видим, что эти кортежи просто сложились один с другим так потом есть интересный метод для подсчета вхождения объекта в кортеж например, если у нас есть кортеж 1, 2, 3, 1, 1 мы можем посчитать сколько раз входит единица в этот кортеж для этого есть метод count этого объекта мы этот метод вызываем и получаем тройку, да ну а давайте проверим входит ли это число 7 то есть единица у нас входит 3 раза а число 7 входит много раз также также мы можем узнать длину кортежа для этого есть функция len которая полиморфная да, о которой мы уже говорили в тени полиморфизма мы в нее скармливаем кортеж и смотрим, что у нас на выходе на выходе у нас 5 это значит, что кортеж состоит из 5 или нет собственно собственно это, пожалуй, основные методы но на самом деле там есть еще другие методы для этого вы можете сами посмотреть документацию по кортежу я, пожалуй, еще скажу о распаковке то есть как я говорил кортеж может содержать данные разного вида допустим у нас кортеж будет содержать имя чье-то например котик допустим следующее будет его рост следующее будет его вес и в таком случае нам нужно распаковать как-то вот это значение получить недоступ мы могли бы получить это вот так через 0 это было бы имя да через 1 это было бы вес 1 и через 2 это было бы рост да ну так вот сюда но это долго это долго это и писать много надо тут есть способ распаковки мы перечисляем переменные которые хотим как бы отобразить содержимое кортежа сразу же через запятую слева перечисляем переменные которые мы хотим отобразить как бы распаковать вот этот кортеж и они соответственно перейдут в соответствующей переменной то есть котик перейдет к эту переменную 20 перейдет в переменную весу 13 в переменную рост то есть один к одному пойдет да единственно смотрите чтобы у вас тут слева количество и справа количество объектов будет потом задавать вам ошибку потому что он ожидает увидеть одинаковое количество объектов да чтобы каждому объекту соответствовало свое имя так ну и а и теперь я расскажу о такой интересной фишке да о которой я говорил в начале о которой мало кто говорит как можно очень удобно распаковывать кортежи вот смотрите допустим у нас есть какой-то кортеж и тут еще очень много параметров заставьте смотрите вот допустим еще какой-то параметр еще какой-то еще 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 и оно там пошло короче ну вообще куча а нам нужно допустим только первый параметр а остальные нам не интересны и смотрите что мы можем сделать в новом питоне есть такая интересная распаковка с помощью особого синтаксиса мы пишем имя потом спишем запятую потом звездочку и переменную и допустим это будет эй да ну и давайте назовем tailhost и справа будет список вот смотрите чему будут равны эти переменные ох как долго у нас работает репл сегодня окей и вот переменная то есть name это котик а tail это весь остаток то есть битон доставил котик положил name а вот этот весь остаток он в виде списка положил хвост то есть бывает часто так удобно чтобы доставать только первые первые элементы из кортежа ну нам также может и хвостами требоваться поэтому мы можем тут указать только подчеркивание подчеркивание это значит что нас не интересует вот эта часть и таким образом мы вот так коротко коротко добрались до первого элемента по имени присвоив его сразу в имя и вот представьте насколько бы я туда сэкономил запись нам не нужно писать эту длинную распаковку того что нам интересно тех параметров что нам интересно да ну и это не только единственное что можно сделать можно также выбрать как бы под диапазон отсюда то есть я могу взять середину допустим и взять последний элемент отсюда то есть у меня в name пойдет котик в middle пойдет вот эта вот часть а десятка пойдет в last то есть вот эта звездочка она говорит что как бы собери такую промежуточную часть в переменную middle в виде списка давайте посмотрим на то как питон присвоил значение переменным которые мы указали в левой части да как он распаковал x на эти переменные давайте взглянем на это опять репл тормози и ничего сейчас описать да трепл отвис и мы видим да что у нас есть котик среди и последнее значение собственно на этом все это будет это основа по тапу в следующем видео мы рассмотрим списки всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал пишите комментарии ставьте лайки звоните в колокольчик до встречи в следующем видео подписывайтесь на канал